Всем привет, дорогие друзья! Соскучились? Не так давно я на своем Boosty канале провел опрос, что бы вы хотели видеть из контента по Локомотиву, учитывая нынешние не самые интересные для анализа времена. Да, раньше я там мог разбирать какие-нибудь матчи, мог разбирать какие-нибудь интервьюшки, думать о том, как строить будущее футбольного клуба Локомотив, и не так давно это еще имело какой-то смысл. Сейчас, как мне кажется, это все неинтересно даже самому Локомотиву, не то что мне или болельщикам. Матчи с Федоровым проходят так, что просто отбиваемся, особо ничего интересного не происходит, хотя матч с СССР еще каким-то образом выбивался из общей колеи, но Торпеды, Химки или Динамо разбирать вообще никакого интереса не было. Никаких интервью Нагорных, никаких назначений, какие-то слухи витают, но они все настолько зыбкие, что кажется, будто их просто придумали только что, просто для того, чтобы хоть что-то вокруг Локомотива, какая-то информация вокруг Локомотива витала. И одним из вариантов, которые мне предложили на Boosty, это обзор новостей, которые происходят вокруг Локомотива, вот эти все слухи и не только слухи, сделать небольшой обзорчик и рассказать свое мнение по поводу каждого из этих слухов. Собственно, этот вариант мне нравится, это возрождение одной из предыдущих рубрик канала Ежи Ньюз. Ну, собственно, четвертое или пятое возрождение этой рубрики. Давайте начнем. Ну и главное, конечно, самая главная новость, которая есть и которая только может быть в любом футбольном клубе, это назначение главного тренера. В Локомотиве это Санта-Барбара. Изначально Федоров должен был только на одну игру возглавить клуб. Это была игра с торпедо, дерби, он его выиграл. И казалось то, что ну вот все, вот спасибо большое, Федоров одну игру провел, и вот теперь назначим тренера. Но потом были Химки, потом было Динамо, потом было ЦСКА. Судя по всему, дальше будет Урал, будет Спартак. И все это с Федоровым. Блестящий тренер Андрей Федоров, который довел Казанку от одного из лидеров второго дивизиона, где она играла, где даже с Ильшатом Файзулиным, не говоря уж про Клюева, про Дениса Клюева, с которым Казанка действительно выдала супер сезон, и много классных ребят оттуда вышло. Даже с Ильшатом Файзулиным Казанка всегда была в, ну так, более-менее высоко в турнирной таблице. С Федоровым Казанка упала просто очень глубоко вниз. Там были серии с поражением, были серии без забитых мячей. Ни один игрок из состава Казанки по большому счету никуда не вырос. Сейчас не будем вспоминать о Максиме Петрове или Артеме Карпукасе, которых Федоров почему-то считает своими воспитанниками, но которые в Казанке провели от силы 5-7 матчей после огромнейшего периода с Максимом Мишаткиным в молодежке. И все это время в локомотив сватают самых различных тренеров. И главная из этих кандидатур это Михаил Галактионов. И, честно говоря, это уже превратилось просто в какую-то клоунаду. Потому что сначала Галактионов должен был прийти сразу после матча с Торпедо. Затем начались какие-то проблемы с губернатором Нижегородской области. Но сказали, что вот они уже будут решить. Затем начались какие-то проблемы с губернатором Нижегородской области. Но казалось то, что их можно решить. И сначала говорили о том, что после матча с ЦСКА вот уж точно назначат Галактионова. Не назначили. Теперь говорят о том, что Галактионова точно совершенно назначат после того, как завершится первая половина чемпионата России. Осталось два матча. Для локомотива это матчи с Уралом и Спартаком. И вот, дескать, после матча со Спартаком вот уж точно совершенно будет поставлен Галактионов на пост главного тренера локомотива. Но есть малюсенькая такая проблема. Она заключается в том, что Галактионов является тренером молодежной сборной России. И назначив его после матча со Спартаком, но до матчей кубковых, те, которые у нас будут с Краснодаром и Нижним Новгородом, мы не получим тренера. Эту паузу, эти 10 дней Галактионов будет занят с молодежной сборной России, которая будет играть какие-то товарищеские матчи за пределами нашей страны. Зачем это нужно? Огромнейший вопрос. В целом, огромный вопрос, зачем локомотиву нужен Галактионов, потому что Нижний Новгород не показывает результата, Нижний Новгород не показывает какой-то феноменальной игры, нет взрывного роста футболистов под руководством Галактионова. Почему-то вдруг решили то, что именно этот тренер, это то, что нужно локомотиву. Есть огромный скепсис у меня, есть огромное уже раздражение от всей этой истории, да, если бы Галактионов сразу пришел, вот отставили Ценбаура, один матч Федоров провел, и с новой недели приходит Михаил Галактионов. Я бы, наверное, еще каким-то образом себя уговорил, что в этом есть смысл. Но в данном случае этого смысла я вообще не вижу. Гоняться за Галактионовым, ждать его, пытаться отбивать у Нижнего Новгорода. При этом я не вижу никаких плюсов у Галактионова для того, чтобы возглавить локомотив перед, например, все тем же Максимом Мишаткиным, который тоже умеет работать с молодыми, и который уже есть в нашем собственном клубе. Почему Галактионов это лучше, чем Мишаткин, не понимаю. Таким же вопросом я задавался в феврале этого года, когда спрашивал и у вас, и у себя, и у руководства, чем Компер лучше, чем Мишаткин. Ответов не было. И к чему мы пришли, вы сами прекрасно знаете. Переходим к новости номер два. И она тесно связана с предыдущей новостью, я ее уже вскользь упомянул. Это то, что стал известен календарь локомотива в оставшихся двух матчах Кубка России. И эта новость, как мне кажется, повергла в шок вообще всех, кто следит за российским футболом. Потому что Кубок России, два вот этих вот матча, для некоторых команд два абсолютно бесполезных матча, будет сыгран через две недели после того, как завершится первая половина чемпионата России. Какой мозг догадался сделать такое решение? У меня ноль идей. Кубок можно было спокойно впихнуть, например, до Спартака, между Уралом и Спартаком на неделе и через неделю. Не говоря уж о том, что до этого было куча времени. Мы фактически предыдущий матч с Химками сыграли черт знает когда. Да, можно было спокойно впихивать эти матчи кубковые на среде недели и играть их. Но нет, у нас заканчивается примерно 11-12 ноября чемпионат России, уходят на паузу. Затем 10 дней отдыха, для кого-то 11, для кого-то 12. И после этого еще два матча Кубка. В каких составах будут команды играть этот Кубок? Насколько им будет интересно играть этот Кубок, учитывая, что вот уже абсолютно отпускное настроение? Все это еще и во время чемпионата мира, когда интерес к Кубку России среди зрителей будет около нулевым. Все это просто бредовая идея. Как и весь Кубок с его нынешней схемой розыгрыша, когда есть групповой этап, когда есть путь для команд ФНЛ. И все они потом как-то переплетаются с двойным вылетом зимой. Все это абсолютный бред. И вот то, что сейчас происходит, то, что Кубок России будет сыгран через 10 дней, фактически через 2 недели после окончания чемпионата России, это просто сумасшествие. Для меня, я не могу подобрать никаких иных слов. При этом для Локомотива, если он назначит Галактионова, это какой-никакой плюс. Потому что у нас появляется фактически два товарищеских матча с повышенной ответственностью. Мы уже гарантировали себе то, что мы попадем в следующую стадию Кубка. Хотелось бы с одного из первых двух мест, но в целом попали и ладно. И для того же Галактионова или для любого другого главного тренера в целом будет очень полезно познакомиться с командой перед тем, как непосредственно затем проводить сборы. Поговорить с ними, провести несколько тренировок, понять кто на что способен, чтобы зимой сформировать тренировочный план на сборы уже с учетом особенностей этой команды. Это в целом будет полезно. Но тем не менее, сама вот эта вот новость о том, что матчи Кубка будут сыграны 24 и 28 ноября, она вызывает отрепь. И ладно, Локомотив, который играет матчи в Москве, который играет матч в Краснодаре, но есть команды, которые играют матч в конце ноября где-нибудь в Екатеринбурге, в других регионах, которые в конце ноября не приспособлены для того, чтобы играть в футбол. Плевать, плевать, зачем нам проводить матчи на неделе между Уралом и Спартаком, да, если можно провести матчи в конце ноября. Ну а Локомотив готовится к Уралу, готовится к Уралу играть как раз в Екатеринбурге. Сейчас там тоже холодно, но не так холодно, как будет в конце ноября. И Локомотив представил, как обычно, видео с нескольких предматчевых тренировок, которые в целом, конечно, абсолютно не информативны. Но не могу не отметить одну вещь, прекрасную для меня лично. Это огромное количество ребят из молодежной команды, которые помогают сейчас основной команде, соответственно, на тренировках. И главный человек, которого я отмечаю, это, конечно, Алексей Батраков. Понятно, что есть Вадим Раков, который делает вот такие вот вещи. Но Леша Батраков – это человек, которого я очень сильно жду в основной команде, потому что у него невероятный компьютер в голове, который видит поле, который достаточно техничен, который понимает, как нужно действовать на футбольном поле, чтобы мяч оказывался в сетке. Были большие опасения относительно того, что Алексей Батраков слишком маленький, слишком щупленький для того, чтобы играть на таком уровне. Он и год назад в UFL 2 тоже казался маленьким щупленьким, должен был набирать, но стал в итоге одним из лучших ассистентов турнира. Потом в молодежную команду его несколько туров не брали, потому что тоже это турнир для более мощных ребят. Но оказалось то, что мощь в футболе уходит на второй план, если у тебя есть футбольные мозги. И сейчас Алексей Батраков, учитывая то, что играл не с самого начала, один из лучших бомбардиров нашей молодежной команды. У него есть и голевые пасы, есть и голы очень классные совершенно. Ну и просто эта фигура, когда она на поле, она приковывает к себе внимание, потому что большинство атак локомотива строится именно через него. Посмотрим, насколько это все продолжится, насколько эти игроки будут помогать команде зимой на сборах, возьмет ли Галактионов кого-то из них. Напомню, что год назад Маркус Гиздаль и Томас Цорн решили вообще никого не брать из молодежной команды. И только через месяц примерно догадались, что есть такой футболист, как Артем Карпукас, который может локомотиву помочь. Сейчас таких футболистов все больше и больше, потому что провальный 2003-2004 год уходит потихоньку, уже им на смену приходит 2005 год рождения, ну а 2005 у нас полон талантов и очень у меня большие надежды на то, что большая плеяда футболистов именно этого года рождения перейдет в основную команду локомотива. Это и Леша Батраков с Вадимом Раковым, это и Денис Пушкарев, который по слухам заинтересовал несколько европейских команд, это и вратарь Тимофей Митров, это и крайний полузащитник Владислав Мамонов, и пара опорничков, например, Тиграйна Рутюнян. В общем, есть кому переходить из молодежного футбола во взрослый, в отличие от нескольких предыдущих команд, предыдущих лет, так сказать, в которых я таких футболистов просто для себя не отмечал. Матч ЦСКА, который завершился очередным поражением локомотива на прошлой неделе, ознаменовался парой спорных эпизодов. Ну как спорных? По мнению болельщиков ЦСКА это моменты очень спорные. В частности, отмененный гол Ушакова, который продрался сквозь Дмитрия Баринова, вышел под нулевым углом к воротам Гильерми. Гильерми пошел на перехват зачем-то, а Ушаков отправил мяч в ближний угол. Красивый гол с точки зрения болельщиков ЦСКА. Молодой воспитанник запевает гол Гильерми, да еще и в таком издевательском стиле. Но, как обычно, есть один маленький нюанс. Это то, что пока Ушаков бежал к воротам Гильерми, он как-то невзначай ударил с локтя в нос нашего капитана Дмитрия Баринова, из-за чего у последнего даже пошла кровь. Генич, который комментировал матч, решил то, что ну кровь и кровь, как бы, ну с кем не бывает, и гол надо засчитывать. Болельщики ЦСКА, естественно, пропагандировали ту же самую точку зрения. Дескать, именно Дмитрий Баринов влетел в Ушакова, а Ушаков вообще даже не думал о том, что там есть какой-то Дмитрий Баринов. Просто он всегда бежит вот так вот расставляя локти, и поэтому не мудрено то, что Дмитрий Баринов пилился ему носом в локоть. Ну вот так вот бывает. Правда, экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза такое мнение Генича и болельщиков ЦСКА не поддержала. Оказывается, вот так вот бегать, расставляя локти примерно на уровень чужих носов, это не совсем естественно для футболистов, поэтому так делать нельзя. И удар с локтя в нос – это действительно нарушение правил. Может быть вопрос, желтая это карточка или просто штрафной удар, но факт нарушения, он достаточно очевиден для всех, кроме болельщиков ЦСКА и Генича. Ну а комментаторов Матч ТВ – это отдельный вопрос, потому что мы еще помним, как Черданцев нашел нарушение правила Дмитрия Баринова на Фернандесе в матче с Динамо, хотя оказывается судья свистнул вообще игру рукой у Антона Мернчука. Ну вот такие вот комментаторы. На самом деле эту тему я хотел поднять немножечко для другого вопроса. Вот смотрите, есть футболист Ушаков, который умудряется удалиться за две желтых карточки в течение шести минут, причем в одном случае бьет с локтя в нос, в другом случае грубо въезжает сзади в футболиста локомотива. Казалось бы, в ситуации в центре поля, когда совершенно этому ничего не располагает. И все болельщики ЦСКА в один голос заявляют то, что судьи клоуны, что совершенно ни одной, ни второй желтой карточки даже и быть не должно, и вообще их игроки абсолютно непогрешимы, и каждое нарушение правил это, скорее всего, абсолютно купленное локомотивом или кем-то там еще. И есть болельщики локомотива, которые даже в лучшие времена, сейчас я более-менее понимаю то, что болельщики локомотива могут злиться на своих футболистов, считать их слабыми, но даже в лучшие свои времена я неоднократно замечал, как болельщики локомотива могли гнобить своих собственных футболистов за какие-то нарушения, за часто очень странные судейские решения. И вместо того, чтобы поддерживать и защищать каким-то образом своих футболистов, наоборот, они набрасывались и, пытаясь быть каким-то образом якобы объективными, начинали говорить о том, что ну вот этот игрок, например, псих, как вот сейчас, например, есть компания по очернению Максима Нинахова за его красную карточку, которую затем экспертная судейская комиссия отменила. В базе трансфер-маркета у Максима Нинахова больше 170 матчей. И это единственная красная карточка, прямая красная карточка, которую Максим Нинахов получил за это время. 170 матчей это очень много. У Ушакова, например, этих самых красных карточек уже две продоби за вторые желтые, но при этом база его матчей, она там 30-40 всего игр насчитывает. Максим Нинахов единственный раз нарушил правила на прямую красную карточку, которую затем отменили. И теперь болельщики Локомотива все время пишут о том, что Максим Нинахов это псих, о том, что он в каждом матче летит прямой ногой в соперника и готов удаляться и подставить команду. Мне очень сложно понять мотивацию людей, которые гнобят своих собственных футболистов, тем более, ну, абсолютно на ровном месте. Если вы помните то нарушение Максима Нинахова, за которое ему показали красную карточку, это абсолютная случайность, когда у игрока попадает нога на мяч, прокатывается по этому самому мячу и вскользь ударяет по ноге, висячей ноге соперника, без вообще какой-либо возможности нанести травму. Тем не менее, тем не менее, такое клеймо на игрока повесили. До этого такое клеймо вешали на Наироте Князяна, до этого на Дмитрия Баринова, до этого, там, не знаю, на Дмитрия Тарасова, да на кого только не вешали. Настолько вот игроки Локомотива в глазах болельщиков Локомотива это психи и люди, которые только мешают своей собственной команде. Мне это очень обидно и мне кажется, что нужно с этим что-то делать. Ну и давайте к следующей теме. Локомотив, как обычно, когда начинается новый месяц, выкатил пятерку игроков, за которых предложил голосовать как за лучших игроков в месяце. Но в октябре довольно тяжело выбрать лучшего игрока месяца, потому что были две победы со счетом 1-0 над соперниками, явно ниже уровнем, чем Локомотив, и два поражения у Динамо и ЦСКА, в которых особо выделить никого не получится. И голосование очень тяжелое, но давайте я свои мысли выскажу про каждого из этой пятерки. Под номером 1 значится Маринато Гильерми, его, соответственно, выставили сразу, как ушел Цинбауэр, его поставили в ворота вместо Худякова. И я всячески приветствую это решение, и Гильерми сразу выдал два сухих матча, чего до этого в сезоне не было, двух подряд сухих матчей. Гильерми сделал несколько шикарнейших сейвов, причем прямо вот из разряда супертоп. И дал многое, чего Локомотиву не хватало, да, например, организацию обороны, выхода из обороны в атаку, у него та самая передача на Карпукаса, которая в атаке, которая завершилась победным голом. Но как только начался матч с серьезным соперником, с Динамо, оказалось то, что, ну, организация обороны, она все так же хромает, и наши игроки просто выбивали мяч абы куда, и это приводило к еще более опасным атакам Динамо. То же самое повторилось и в матче с ЦСКА, может быть, чуть в меньшей степени, потому что Динамо вообще 90% матча атаковало нас, наши ворота. ЦСКА же подходил к этому гораздо более рационально, но, тем не менее, единственный гол возник как раз из-за очередной неразберихи игроков в нашей штрафной. Баринов убивал мяч абы куда, затем Медину не разобрали в штрафной, Гильерми не подсказал, и вот, ну, обычный гол Локомотива в этом сезоне. Обычный гол, который Локомотив пропустил в этом сезоне. Так что, ну, Гильерми, конечно, спасибо большое за два сухих матча, но это матчи были с Химками и с Торпедо. Было бы очень грустно, если бы мы еще и там пропускали. Тогда бы, наверное, точно можно было бы готовиться к ФНЛ. Второй персонаж, которого Локомотив отметил, это Артем Карпукас. И вот здесь у меня, конечно, нет вопросов, потому что Артем проводит лучший свой сезон. И была бы моя воля, я бы Артему Карпукас отдавал звание лучшего игрока месяца в каждом месяце этого сезона, потому что есть Артем и есть вот все остальные. Да, как говорилось в известном фильме, есть богатые клубы, есть бедные клубы, потом 200 метров говна и потом мы. Ну вот примерно то же самое с Артемом Карпукасом и игроками Локомотива в этом сезоне. Артем забил свой первый гол в чемпионатах России с позиции опорника в ворота Торпедо, что отдельно приятно. И он лидирует за первый круг по количеству отборов примерно в два раза ближайшего преследователя во всем чемпионате России. Следующий это Бариус, там что-то порядка 56-36. Ну это просто космический уровень и я думаю, что, во-первых, Артем продолжает развиваться, он не остановился на месте и с каждой новой игрой выдают что-то новое. Раньше мы знали о Карпукасе как о человеке, который отбирает мячи. Сейчас через Карпукаса очень активно вообще атаки строятся локомотивские и тоже отдельно приятно, что у него растет количество ключевых передач, передач в разрез, в штрафную и все в таком духе. Мой выбор очевиден. Мой выбор это, конечно, Артем Карпукас. Дальше три человека, которых вообще очень тяжело представить в списке пятерки лучших номинантов на звание игрока месяца. Ну, например, Антон Миранчук. Антон Миранчук провел за весь этот сезон, а вообще говоря, за последний календарный год одну игру, уровень которой мне кажется приемлемым. Это вот как раз последний матч ЦСКА, когда Антон более-менее начал цепляться за мячи, начал таскать их вперед, начал выигрывать борьбу корпус в корпус, отдавать мячи более-менее своевременно. Потому что все, что было до этого, да, он забивал спиналей, но все, что было до этого, меня просто вынуждало хвататься за голову и рвать на себе волосы. Он не делал простейшие передачи, он не бил поворотом нормально. И его замены, они были абсолютно логичными и нормальными. Антон Миранчук в какой-то момент лично мною перестал считаться игроком основного состава, потому что не делал вообще ничего полезного для команды, а в некоторых случаях еще и вредил, плохо отыгрывая в обороне. Уилсон Исидор, четвертый человек, который в списке названия лучшего игрока месяца. И, на мой взгляд, деградация Уилсона Исидора, она уже прям настолько очевидна, что не заметить ее невозможно. Да, он заработал пенальти в матче с Химками, но сколько раз он потерял мяч в простой ситуации, что с Торпедой, что с теми же Химками, вообще не создавал какой-то опасности в матче с Динамо и ЦСКА, что, ну, какое звание лучшему игроку вообще, о чем речь. Тут, как бы, вопрос стоит в том, что стоит ли Исидора ставить в основной состав. И если бы был Ваня Игнатьев, скорее всего, этот вопрос решался бы не в пользу Исидора. Но что есть, то есть. Поэтому я надеюсь, что Исидор после зимней паузы очень сильно прибавит и будет напоминать того, который год назад выходил как раз после этой зимней паузы и забил там 6 или 7 матчей подряд. Сейчас это игрок, ну, очень сильно не дотягивающий до уровня локомотива. Не как раканьяц, но тем не менее. Ну и последний – это Дмитрий Живоглядов. И тут у меня есть только одна ремарка, что я бы не хотел жить в мире, где Дмитрий Живоглядов – лучший игрок месяца локомотива. Пускай это будет Антон Миранчук, Исидор или кто угодно, но Дмитрий Живоглядов, который лучший в локомотиве, это означает, ну, просто какое-то катастрофическое падение уровня локомотива и уровня футболистов локомотива. Что если уж Живоглядов лучший, то на каком уровне играют все остальные. Очень бы не хотелось этого. И давайте в самом конце самую тяжелую тему, я ее специально оставил напоследок, это уход Леонида Шлыкова с поста пресс-атташе локомотива. Очередная бомба взорвалась в медиа-департаменте локомотива. Вы знаете, что я очень низко оцениваю работу локомотива в медиа, вот начиная с ухода команды Брейдо, при Леониде Шлыкове более-менее все начало возвращаться в какие-то нормальные рамки. Я уже перестал кринжевать, потому что то, что было до прихода Шлыкова в июне, это, ну, постоянный фейспалм. Я не знал, вот каждый раз лоб себе расшибал от того, что делал локомотив в соцсетях на своем официальном сайте. Это ниже всяческой критики было. Сейчас не то чтобы топ, но по крайней мере, да, какие-то вещи делались, какие-то вещи мне прям нравились, как экскурсия по баковке, какие-то вещи нравились чуть меньше, как освещение тренировок локомотива, да, мне кажется, что они немножечко, ну, для галочки делались на отвали у других клубов. Явно лучше проходит предматчевая неделя в плане освещения, более масштабные ролики, какие-то интервью берутся, мнение главного тренера. У нас всего этого не было ни с Компером, ни с Сенбауэром, ни с Федором, ничего такого не было. Нам просто дают кружочки и вот пытаясь высмотреть там что-нибудь интересное. Это, ну, не то, что я хотел. Тем не менее, вдруг, неожиданно, на Матч ТВ в программе «Есть тема» обнаружили, что Леонид Шлыков на своей странице в Фейсбуке оставил крамольный пост с украинским флагом, что, конечно, в нашей стране абсолютно недопустимо. Боже мой, украинский флаг, да как это вообще возможно? И, насколько я понимаю, Шлыкову предложили, настойчиво предложили подписать заявление по собственному желанию, что он и сделал. Естественно, совершенно естественно, нужно понимать, что, ну, никаким случайным образом эта запись от 25 февраля, на тот момент Шлыков еще не работал даже в «Локомотиве», не могла всплыть случайно. Ее явно кто-то слил в Матч ТВ, попросил эту тему каким-то образом развить, раздуть. Ну и, соответственно, дальше судьба Шлыкова в «Локомотиве» уже была решена. И, на мой взгляд, да, это, конечно, просто очередная война за бюджет «Локомотива», за власть в «Локомотиве», за деньги РЖД. И ничем хорошим это не окончится. Я и после ухода Брейдо говорил о том, что найти толкового специалиста, который займется медиа в футболе, практически невозможно. Все они известны, все они наперечет. И сейчас это будет сделать еще более сложно, потому что более-менее нормальные специалисты в большинстве в своем Россию покинули. Так что я не знаю, что будет с «Локомотивом», я не знаю, кто придет. Не знаю, кто был инициатором того, чтобы уволить Шлыкова. В любом случае, это все продолжение той же самой организаторской клоунады в «Локомотиве». Потому что либо это какие-то воины извне, кто-то захотел попасть в команду Нагорных, либо это какие-то внутренние распри. И все это в любом случае на пользу «Локомотива» не сыграет. И то, что происходит с «Локомотивом» вот в этом конкретном сезоне, это одна большая организаторская неудача, провал. И надо поскорее от этого избавляться, надо каким-то образом исправлять. А ощущение, что это кто-то хочет исправлять, его вообще нету, потому что вот три недели прошло. Леонченко по-прежнему генеральный директор, главного тренера нету, спортивного директора нету, начальника медиаслужбы, пресс-службы тоже нету. И «Локомотив» находится в позициях, которые еще хуже, чем были на момент прихода Нагорных. Так вот и живем. И дальше матч с «Уралом», на который, честно говоря, уже даже особо и надежды нету. Но будем смотреть, будем болеть. На этом выпуск «Ежа новостей» за эту прошедшую неделю закончен. Встретимся через неделю.